Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Друзья, ну все мы сейчас очень сильно напуганы инфляцией, гигантской инфляцией, которая у нас разгулялась, из которой ничего пока поделать не могут. Давайте сегодня поговорим немножко про нее. Я попытаюсь порассуждать на эту тему исключительно с бытовой точки зрения, с точки зрения покупателя и потребителя, обычного жителя нашей страны. И может быть кого-то мой вывод удивит, кто-то может со мной не согласится, но я, друзья, на своем личном бюджете, личном семейном убеждаюсь, что все-таки инфляция не так страшна. И если предпринимать определенные действия, то те цифры, которые нам указывают, они не настолько бьют по нашему карману, как многие думают. Ну многие, знаете, как принято считать, что инвестирование это, ну опять же, в среде обывателей, которые в этом не сильно разбираются, что инвестирование это занятие бесполезное. Все равно все деньги инфляция съедает, и лучше все заработанное тут же мгновенно тратить, так хотя бы, ну можно что-то успеть купить. Потому что если ты что-то откладываешь там куда-то в банк или на фондовый рынок несешь, то толку от этого нет. Посмотрите, сегодня там машины стоили миллион, а через год они уже стоят полтора. Ну и какой тогда во всем этом смысл? Так вот, друзья, сегодня попытаюсь вот таких вот скептиков, ну не то что опровергнуть, а немножко с ними подискутировать. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали. Ну давайте вначале вкратце вспомним, что мы вообще знаем про инфляцию. Инфляция это долговременное устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги за одну и ту же сумму денег. По прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. Виды инфляции это умеренное или ползучее до 10% в год, вот при которой мы, пожалуй, и существуем, но во всяком случае по официальной точке зрения и по данным Росстата. Росстата, галлопирующая это 100-150%, слава богу, у нас в стране уже более 20 лет ничего подобного не происходило. Хотя в 90-е, ну я во всяком случае это припоминаю смутно, но припоминаю, я был еще маленьким. Но в 90-е жесть творилась, там истории рассказывали, что люди просто получая зарплату, особенно в начале 90-х, вот я по своим родителям даже сужу, старались тут же максимально потратить все полностью до копейки, потому что на завтра буквально вот через день, там через неделю на эти деньги можно было не успеть купить ничего. Вот это просто ужас какой-то творился в стране и тогда о каком-то финансовом планировании, понятное дело, речь не шла. Высокая инфляция свыше 100-150% в год, ну и гиперинфляция свыше 1000%, ну наверное это больше про какие-то, может быть, страны Латинской Америки, Африки, там где финансовая система совершенно неустойчивая и находится в таком зачаточном состоянии. Открытая инфляция, когда она никем не контролируется, ну сейчас это тоже редко, сейчас государство даже в развитых странах принимает определенные меры регулирования, которые прямо или косвенно на инфляцию влияют. Ну и вот это как раз так называемая подавленная инфляция, когда государство искусственно влияет на эти процессы. Ну таким образом мы получается живем сейчас в периоде умеренной инфляции, которая при этом государством активно подавляется. Вот в том числе повышение ключевой ставки Центробанка, это одна из мер, которые государство пытается предпринимать, чтобы затормозить экономический рост, остановить немножко, притормозить процессы товарооборота, денежного оборота. Ну посмотрим, что из всего этого получится, пока получается не особо. Так вот, друзья, по официальным данным, в этом году инфляция в России составит более 7,5% и в декабре с большой долей вероятности Центробанк еще один раз, возможно финальный, но тем не менее поднимет ключевую ставку. Ходили слухи о возможном повышении до 8,5%. Ну давайте танцевать от того, что инфляция у нас в годовом выражении, ну будет, наверное, около 8%. Такую информацию нам озвучат. Что, друзья, из себя представляет инфляция и как она вообще считается? Я этим вопросом был момент интересовался и вот что я выяснил, есть категории товаров и услуг. У нас этот индекс инфляции включает в себя более 40 наименований на сегодняшний день и там совершенно разные вещи. То есть там есть как продукт питания, товары первой необходимости, одежда, обувь, ну и прочее. То есть то, чем каждый из нас, обычный такой рядовой человек, россиянин, пользуется регулярно. Так есть довольно экзотические вещи, которые, допустим, в Москве могут быть востребованы, а в регионах нет. Ну, например, это услуги какие-то, ну, каршеринг, скажем, да. Вот в моем регионе он, если и существует, то, ну, единственное, может в областном центре и то не так развит, как в столице. Есть вещи, которые, в принципе, многие из нас вообще никогда не покупают и им не пользуются. Это, например, стоимость, ну, условно, отелей, там, стоимость каких-то предметов роскоши. Все это тоже входит в индекс инфляции, то есть, ну, или, допустим, какие-то сыривые товары, условно говоря. То есть, для общей картины это все тоже важно, но при этом рядовой человек может, ну, например, какие-нибудь условные алмазы или ювелирные украшения вообще годами не покупать. Поэтому, когда мы приходим в магазин и видим там ценники, у нас глаза на лоб лезут, и мы говорим, «Твою мать, о какой инфляции 8% идет речь, если какая-нибудь там морковь за год подорожала на 100%?». Но при этом вот этот тезис о том, что продукты питания, например, могут подорожать значительно выше этих 8%, это общую справедливость этого подсчета тоже не опровергает. То есть, например, условные ювелирные украшения могли за год подешеветь ввиду отсутствия спроса, а вот продукты питания могли подорожать. Соответственно, среднеарифметические этих двух величин составят 8%. Ну и вот таким образом рассчитывается общая годовая инфляция по всем этим категориям. Итак, мы определяем, насколько у нас в стране выросли цены на все, в среднем на все. Понятно, что на условную морковь, сахар или, не знаю, картофель, они могли вырасти значительно больше. Так вот, друзья, многие считают, что при подобном уровне инфляции, инвестирование и накопление – это процесс, в общем-то, бесполезный. Ну, в чем смысл отказывать себе сейчас в каких-то покупках, потому что что есть инвестирование? Это, по сути, мы экономим деньги, которые могли бы потратить сегодня, но мы их экономим для того, чтобы попытаться их приумножить и потратить их условно завтра. Ну, например, через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, когда мы либо не сможем уже работать, либо не захотим работать, а просто захотим кайфовать и путешествовать, как джиган. Не важно. Но, тем не менее, мы сейчас осознанно лишаем себя некоторых удовольствий, лишаем себя некоторых материальных, возможно, каких-то благ, чтобы лучше жить когда-то в будущем. Так вот, имеет ли это смысл, если инфляция в нашей стране столь велика? Ну, причем сейчас инфляционные процессы, они достаточно жуткие не только у нас. Мы видим, что даже в Штатах, в которых инфляция традиционно едва ли превышает 1-2% в стабильные годы, даже там у них сейчас инфляция подбирается, по-моему, к 5 или к 6%. Это совершенно аномальные показатели для этой страны. То есть, инфляция сейчас разгулялась абсолютно везде во всем мире. Так вот, друзья, теперь я выскажу свое личное субъективное мнение на этот счет. Можете согласиться, не согласиться, и напишите мне в комментариях, как вы ощущаете на себе вот эту инфляцию, о которой многие говорят, многие пишут, и насколько она бьет по вашему бюджету и по вашему карману. Ну, я вам уже рассказывал и даже видео об этом делал. Я веду постоянно некую смету своих доходов, расходов, и даже их планирую наперед, причем так максимально далеко это стараюсь делать. То есть, все мои расходы, они прогнозируемы. То есть, я редко совершаю, ну, во всяком случае, стараюсь этого не делать, редко совершаю спонтанные покупки и, ну, примерно раскидываю, допустим, там, на несколько месяцев вперед, что мне когда предстоит. Если это какие-то большие траты, ну, например, там, ремонт машины, страховка, покупка бытовой техники, я это тоже все учитываю, чтобы у меня не было каких-то непредвиденных сюрпризов. Соответственно, все это примерно сверстывается, разбрасывается на разные периоды, и я стараюсь, максимально стараюсь усреднять всю свою расходную часть. Как это у меня работает? То есть, у меня, условно, есть некая сумма денег, которую я могу себе позволить потратить. Как правило, эта сумма денег фиксирована. Ну, понятно, что я, там, не робот, и сумма может чуть-чуть не совпадать, то есть, я могу немножко вылезти за этот лимит, но стараюсь делать это редко, и, во всяком случае, делать это не сильно. Ну, например, условно, там, сумма, там, 15 тысяч рублей. Ну, возьмем ее так теоретически. Так вот, эта сумма 15 тысяч рублей, я ее закладываю, соответственно, все, что я зарабатываю выше этой суммы, ну, например, 16 тысяч рублей я заработал, я, соответственно, излишек, вот эту тысячу рублей, я ее, собственно, уже откладываю и направляю на фондовый рынок, либо каким-то иным способом, чтобы эти денежки уже работали на меня. Соответственно, заработал я 20 тысяч рублей, у меня кредит получается уже пятера. Эту пятеру я аналогично отправляю, например, в акции. Заработал я 50 тысяч рублей, ну, у меня, соответственно, профит 35 тысяч получился. Эти 35 тысяч я запулил в сбережения, да, 100 тысяч рублей, ну, и так далее. То есть, вот эта сумма, которую я определяю для себя как расходную, она у меня иногда может меняться в большую сторону. Но, как правило, я эти корректировки в сторону повышения стараюсь часто не производить. То есть, сколько бы я ни заработал, то есть, если я в месяц не заработал вообще ничего, я все равно потрачу эти 15 тысяч рублей. Что бы ни случилось. То есть, они у меня всегда есть, и если я вообще не буду ничего зарабатывать достаточно долго, мне все равно этого запаса хватит на много лет, я надеюсь. Вот. Но, если я заработаю 30 тысяч рублей, то я тоже не позволю себе потратить 30 тысяч рублей, потому что мне всегда надо увеличивать свой капитал, который работает на меня. Если я заработаю 100 тысяч рублей, я тоже не буду тратить из них 90 тысяч. Я все равно потрачу эти же самые 15. Соответственно, у меня есть стимул больше зарабатывать для того, чтобы как можно больше пополнять именно свою накопительную часть. Вот так работает моя финансовая схема, которой я пользуюсь уже много лет. Так вот, друзья, могу вам сказать, что за этот год та сумма, которую я закладывал в расход, она у меня не выросла ни на сколько. То есть, я как с января этого года и вот по сегодняшний месяц заложил определенную сумму, вот ровно столько же я и продолжаю тратить. Вы спросите у меня, старик, а как же инфляция? Ведь у нас продукты подорожали там на 20, может быть, 25-30 процентов, еще что-то подорожало. Не знаю, друзья. Вот здесь парадокс. Человек такое существо, которое всегда найдет возможность приспособиться к ухудшающейся ситуации. Конечно, вы мне можете возразить. Скажете, ну ты же понимаешь, что ты просто начинаешь больше экономить и в чем-то больше себя отказывать, если ты не увеличиваешь сумму своих расходов. В каком-то смысле я с вами соглашусь. Но, друзья, есть и другая сторона медали. Когда ты ограничен условно в своих расходах, то ты начинаешь искать возможности что-то подмутить. Ну, в хорошем смысле подмутить. То есть ты больше внимания обращаешь на какой-то кэшбэк. Ты больше внимания обращаешь на какие-то онлайн-покупки с возможностью где-то получить скидку. Ты начинаешь подмечать какие-то нюансы. Типа, ага, какого хрена покупать зимний пуховик в декабре? Он будет стоить, например, 15 тысяч рублей. Если ты его купишь, этот же пуховик, например, в феврале или в марте, ну, скорее в марте, наверное, да, то он тебе обойдется в 5 тысяч рублей. Пожалуйста, вот тебе экономия 10 тысяч рублей. Когда ты тратишь бесконтрольно, то ты вот эти возможности не видишь. А когда у тебя появляется определенный стимул и определенная задача уложиться в определенную сумму денег, то труда это, как правило, не составляет. И я могу вам сказать, что качественный уровень моей жизни не ухудшился из-за того, что я трачу столько же. Но при этом я просто, может быть, чуть-чуть больше шевелюсь. Как бы я чуть-чуть больше пытаюсь думать, как, допустим, здесь чуть-чуть подкрутиться, здесь чуть-чуть подмутиться, здесь чуть-чуть что-то купить по акции, здесь купить со скидкой. И получается, в принципе, все то же самое. Вот именно поэтому, друзья, в 2021 году моя расходная часть не претерпела абсолютно никаких изменений. Поэтому, друзья, скажу вам так. Страшна ли инфляция? Конечно, это очень неприятно. Но опять же, опять же, если думать головой, если правильно планировать свои расходы, то она не будет бить по вас, по вам прям, ну, нокаутировать вас. Это говорю вам 100%. Более того, сейчас я подумываю, возможно, стоит немножко приподнять свою расходную часть на следующий 22-й год. Но пока я не вижу в этом необходимости. И, возможно, во всяком случае, начало следующего года я оставлю все как есть. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Поэтому я ощущаю инфляцию, когда я вижу ценники. Но я вижу возможности, как обыграть эту инфляцию. И как сохранить прежний уровень жизни, который меня устраивает. Не снижать темп накоплений. Но при этом тратить ровно столько же, несмотря на то, что все кричат, что цены подорожали. И жить дальше невозможно. Можно, друзья, главное, захотеть, сесть, подумать, посчитать, как это можно организовать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Рассказываю о фондовом рынке. О пассивном доходе простым доступным языком. Инвестирую вместе с вами. Хорошего дня. Пока-пока.